День Рок-н-Ролла День Рок-н-Ролла День Рок-н-Ролла прям хочется так вот остановиться, послушать, насладиться, да. Снега все меньше и меньше, ну и, естественно... Соответственно, все больше и больше того, что было под снегом и в снегу. Ну, естественно, да, вот это такой не слишком хороший момент, то, что оттаивает весь этот мусор, грязь, наступает пора весенней уборки. Все мы прекрасно знаем, что ежегодно у нас ставится задача, да, к майским праздникам, да, уже убрать город. К 9 мая еще его больше краше сделать и чище. Собственно, тему весенней уборки и благоустройства ближайших недель мы сегодня будем поднимать в программе «Дневной разворот», и нас будет информировать на сей счет Дмитрий Печенкин, начальник отдела благоустройства, управления благоустройством и транспорта администрацией нашего города. Дмитрий Александрович, добрый день. Добрый день. Ну, вы-то тоже радуетесь весне наступлению, или для вас это такая горячая пора, когда все силы нужно бросить на то, чтобы сделать город чистым? Ну, я думаю, для всех сотрудников, кто отвечает за благоустройство в нашем городе, горячая пора в любой период времени, как зимой, так и летом, так и весной, так и осенью. Ну, действительно, как вы правильно отметили, у нас с завтрашнего дня стартует весенний месячник, он у нас продлится с 14 апреля по 20 мая. Первоочередные мероприятия, конечно же, будут посвящены подготовке города к майским праздникам, это к 1 мая, 9 мая. И в период... Простите, да, ударно надо будет потрудиться, потому что полмесяца остается уже до майских праздников. Да, действительно, и в рамках месячника у нас будут организованы 6 общегородских субботников, ну и в течение как рабочей недели, так и выходные дни будут организованы отдельные субботники, там, на отдельных территориях. Хотелось бы отметить, что у нас на сегодняшний день формируются территориальными управлениями графики проведения субботников с привлечением всех возможных предприятий, учреждений, общественных объединений, каких-то образовательных и иных организаций, которые... Простите, пожалуйста, что значит формируются графики? Обзваниваются организации, не знаю там. На сегодняшний день каждое терроруправление для себя определило свой формат работы. Кто-то приглашает на обширное совещание руководителей вот этих организаций, чтобы проинформировать о тех мероприятиях, которые администрация города будет проводить. А что это за организации? Это как крупные все наши предприятия, которые находятся на территории города. Это школы, это наши же университеты, любые мелкие предприятия, любые предприниматели, которые могут участвовать в уборке города. Там магазинчики какие-нибудь, там, торговые точки. Тоже они все как-то? Ну и основное, наверное, это у нас те дворы, дворовые территории, которые находятся на городской территории. Потому что там при первом, так сказать, визуальном осмотре, который наступает после зимнего периода, у нас, вот как вы правильно отметили, оттаивает все, что за зиму было накоплено на территории города. По дворах это особенно заметно? Ну, у нас уже было общее собрание собственников. Наша старшая по дому предупредила, что скоро будет субботник. Пожалуйста, откликнитесь, пожалуйста, выйдите. Вот грабельки я уже припас. Пойдем. Так, давайте, что будет завтра? 14-го числа уже. Значит, на 14-е... Первый субботник. На 14-е число у нас, да, назначен первый общегородской субботник. Ну, завтра, как пример, приведу три территории, куда выходят представители администрации города Кирова. Это сквер у кафе Театральное в районе Театральной площади. Это сквер по улице Московская 24А и в Александровский сад. То есть завтра вот определены первые пока три площадки. Ну, сейчас, наверное, больше мероприятия связаны с ворошением снега, со сбором крупного какого-то мусора. Я думаю, что через неделю мы уже будем иметь практически стаявший снежный покров. И тогда уже приступим к мероприятиям, связанным с уборкой газонов, парковых зон и всей уличной дорожной сети и дворовой территории. Присоединиться к завтрашнему субботнику может любой желающий? Может любой желающий. Будет обеспечен инвентарь на данных территориях. То есть возможность будет поучаствовать любому гражданину. Давайте еще раз повторим. Сквер у кафе Театральное напротив Театральной площади. Сквер Московская 24А. Московская 24А, что-то не могу изобразить. Московская 24А. Это у нас территория в квартале по Московской между Володарского и... Свободы или Казамаловского? И Свободы. Это в районе, где Ростелеком находится. А, понятно, понятно. Там есть площадка. Там такая немножко... Внутрь квартала уходит площадка. И еще одна территория. И Александровский сад. Александровский сад. Ну, здесь как бы объяснить ничего не надо. Ну, это самая большая территория. Большая, я думаю, что туда больше всего людей придется. А сотрудники администрации, вы сказали, прям все-все. И вы лично? Я лично в любом случае буду на каждом мероприятии, которое будет проходить в рамках месячной... Это же как будто командовать-то. Ну, завтра мы планируем вывести порядка 80 человек. 80 человек. Ну, что это за представители? В каких они должностях находятся? Не знаю, заместители, секретари. Здесь... Сами-то руководители пойдут в теоруправлении? На завтра пока у нас представители руководства города и теоруправлений запланированы. Но сотрудники администрации, в том числе начальники отделов, начальники департаментов, также будут присутствовать. Потому что, ну, как весенний субботник, первое, что вот, не знаю, из школьных лет еще вспоминается. Это Владимир Ильич с бревном, да? То есть первые лица выходят и работают. Тоже ведь... Ну, да. Завтра мы даем... А руководители области приглашены? Мы планируем, вот, как я уже отметил, завтра первый субботник. Они с каждой субботой будут нарастать. И я думаю, что ближе к 1 мая, там остается у нас 21 и 29 апреля. То есть вот в период этих двух суббот у нас будут привлечены в том числе представители правительства области. Ну, я помню, губернатор в прошлом году, да, ведь он выходил, там что-то, по-моему, его еще упрекали, что он инструмент как-то не так держит. Ну, да, были какие-то, да, вопросы. Ну, я уже, честно, я забыл. Это, по-моему, придирки уж какие-то. Все, держат инструмент. Как удобно, так и держат. Как главное, что эффективно, собственно, это все было дело, да. Итак, присоединиться к субботникам может завтра любой желающий. Начало в 9 утра, соответственно, да? Да, все правильно. Начало в 9 утра. Возрастной ограничений. Ни возрастных ограничений, никаких либо еще не применяется. Что будет уже предоставлено? Инвентарь, вы сказали. Инвентарь, ну, это, как правило, при ворошении снега лопаты, при изгребании листв и грабли, либо, ну, какие-то метлы и, соответственно, мешки для сбора мусора. Рукавицы? Рукавицы, чтобы лопату правильно держать. Ну, да. Чтобы потом не говорили, что лопату неправильно держишь. А вывоз сразу же будет организован? Вывоз будет организован сразу после проведения субботников. Ну, в этот же день все подрядные организации, которые задействованы на уборке, они сориентированы как раз на период месячника, чтобы оперативно все мешки, которые образуются после субботников, вывозить. Просто у нас обычно бывает такое, где территория убирается, и потом несколько дней эти мешки стоят. Мешки стоят, и ворону их так с удовольствием расклевывают. Ну, на сегодняшний день задача поставлена, чтобы таких мешков у нас, по крайней мере, на следующие сутки после субботников не наблюдалось. То есть в течение вот того дня, который в период проведения субботника, эти мешки должны быть убраны. Ну, хотелось бы еще отметить, что у нас появляются случаи, что после проведения субботника уже с каких-то иных прилегающих территорий выносятся эти мешки. Вот это также будем отслеживать. Это, в принципе, является нарушением и правил благоустройства. За это есть административная ответственность. Ну, здесь, как правило, там выносятся с тех же дворовых территорий. А там получается, как во дворе провели субботник, там, условно говоря, мусор собрали, куда-то уж надо девать, чтобы двор-то чистый был. Видимо, с управляющей компанией каким-то... Должны эти управляющие компании обеспечивать вывоз. А давайте мы об этом поподробнее поговорим уже после небольшой паузы. Продолжим очень скоро. Продолжаем наше общение с Дмитрием Печенкиным, начальником отдела благоустройства, управления благоустройством и транспорта администрации города нашего города. И говорим мы о весенней уборке, собственно, областного центра. Завтра у нас состоится первый общегородской субботник. Вот, как сказал Дмитрий Александрович, по крайней мере, сотрудники администрации на него выйдут в количестве 80 человек. 80 человек на все вот три объекта, которые будут прибираться. Спасибо нашему редактору Анне Лапшиной. Вот она приняла звонок от слушателя. Кстати, 211-101. Да, мы как раз забыли самое главное. 211-101. 211-101. Вы можете звонить, можете высказывать свои предложения, можете на конкретные места, на конкретные точки, где возможно... Вызвать бригаду из администрации города. Да, приезжайте к нам лучше. Особое внимание уделить уборке, да. И, кстати, опрос есть на нашем сайте и на нашей странице ВКонтакте. Очень просто все. На субботнике этой весной вы пойдете или не пойдете? Два варианта ответа. Да, два варианта ответа. Что-то у нас какие-то недобрые проголосовавшие на нашей странице ВКонтакте. Не пойду, говорят. 75%. Пойдут только 25%. Интересно. Ну, непоказательно, конечно, потому что проголосовавших еще немного. А вот на эхокирова.ру на нашем сайте 50 на 50. Пойдут или не пойдут? Кстати, Дмитрий Александрович, вы давно работаете, собственно, в благоустройстве. Как жители нашего города оцениваете? Насколько активно они участвуют в уборке? Ну, могу привести пример. За последние два года, 16-17, Ну, вот в 17-м году за оба месячника, которые у нас были, весенний и осенний, у нас приняло участие порядка 27 тысяч человек. За весь период. За весь период. Ну, весной, как правило, активность больше. Это где-то порядка 18 тысяч человек. А осенний период, соответственно, немного... Весна же, солнце светит, припекает. Как-то хочется быть на свежем воздухе. После белого снега появляются черные води, все вещи, и хочется убрать. Я живу, моя семья живет рядом с парком имени Кирова, собственно, где мы много времени проводим на свежем воздухе. Там, по-моему, активно выходят. И мы тоже выходим. Активно. И мы стараемся при организации субботников, как правило, мы в большей степени в таких парковых территориях, привлекать не только, как было обозначено, сотрудников администрации, но и тех, например, лиц, которые осуществляют деятельность на территории парка, они активно включаются в эту работу, потому что они, в первую очередь, заинтересованы, чтобы эта территория была более привлекательной для людей. Ну и всех неравнодушных граждан, которые у нас живут на территории города. Ну и, наверное, хотелось бы отметить, что по каждому району у нас ответственно за организацию субботников это территориальное управление. И любой желающий, кто хочет поучаствовать, либо какие-то территории предложить для проведения субботников, может обратиться в любое из территориальных управлений. В каждом территории управления есть отдел благоустройства. Мы еще дополнительно проинформируем о тех контактных телефонах, по которым необходимо будет обращаться. То есть полностью всю информацию о ходе проведения субботников, о планируемых мероприятиях можно будет получать и в территориальных управлениях. А центры местной активности? Через них тоже информация доносится? Через центры местной активности, конечно же, информация доносится. Ну, лучше всего, чтобы уже напрямую информацию получать, все-таки советую в отделы благоустройства террауправления. Адмир Александрович, извините, я не очень понял, когда вы сказали, что 26 тысяч участвовало в течение года, я не очень понял, это хорошо или это мало? Для города с полумиллионным населением. Да, для города с полумиллионным населением. Это больше, чем в 2016 году. В 2016 там было, по оценкам, 23 тысячи примерно. То есть какой-то рост наблюдается. Есть увеличение, да. То есть мы видим все-таки с каждым годом какую-то большую активность, инициативность жителей, в том числе выходящих и на уборку общих территорий, и на уборку дворовых территорий. То есть, наверное, хотелось отметить, что у нас за последнее время там реализуется немало в течение летнего периода проектов по благоустройству, которые, в принципе, в последующем надо хорошо содержать, чтобы они сохранялись и радовали глаз. Вот думаю, что из-за этого в том числе увеличивается там активность, инициативность граждан. В принципе, да, если они сами разработали проект, сделали его, конечно, сохранить его хотят. Так, сообщение от нашего слушателя я, с вашего позволения, чуть позже озвучу. Я считаю, что мы немножко так перескочим. Нелогичный немножко будет, на мой взгляд. Я хочу сейчас спросить. Вот смотрите, те люди, которые, ну вот, они решили прибраться в своем дворе, или в своих нескольких дворах, да, если дома рядом стоят. Давайте сейчас опишем вот конкретный механизм, как им поступить. Как собраться? Куда заявку, возможно, делать на вывоз мусора? Как поступить? Ну, если в доме есть управляющая компания, и создан какой-то актив в доме, там, совет дома, то, соответственно, председатель совета дома, либо какой-то активный гражданин обращается в управляющую компанию. То есть на дворовой территории это полностью ответственность по организации субботников возлагается на управляющую компанию. И, соответственно, предоставление вот инвентаря для работы. Управляющая компания может предоставить? Управляющая компания с последующим вывозом собранного мусора, либо каких-то иных отходов. Она должна прямо обязана предоставить инвентарь? Или это все-таки так может предоставить? Мне кажется, это в интересах управляющей компании предоставить жителям обслуживаемых домов тот инвентарь, которым бы они могли прибрать свою дворовую территорию. Потому что, исходя из практики, управляющая компания своими силами, силами своего обслуживающего персонала, все дворовые территории, если это большая управляющая компания, прибрать не сможет. То есть они радоваться должны, что они сами проявляют инициативу? У управляющей компании есть стимул предоставить какой-то инвентарь, чтобы жители этих же домов, которые проявляют активность, прибрали свой двор и, соответственно, после этого вывезти тот мусор, который имеется. Инициатива все-таки должна от жильцов исходить? Условно говоря, такой-то день они назначают сами, да? Или это, опять же, управляющая, что вы выходите 29-го, потому что нас иначе не будет? Здесь в зависимости от каждого конкретного дома. Где-то инициатива исходит от активных жителей, они уже ждут наступления весеннего периода. Где-то это инициатива управляющей компании. То есть везде по-разному у нас довольно-таки много домов. То есть это как-то так вот нерегламентировано? Это как уже, как договорились, да? Это неформализовано, нерегламентировано. То есть здесь уже исходя из взаимоотношений между жителями и управляющей компанией. И в обязанности управляющей компании входит собственный вывоз, да? Вывоз отходов и мусора, который собран в период, в том числе субботников. То есть мешки, они должны быть загружены и увезены. Куда? На те места, на те полигоны, которые у нас официально имеются в городе. Это полигон в Костино и полигон в Лубягино. Для жителей это платно, бесплатно? Они дополнительно что-то платят? Я думаю, что здесь для жителей это дополнительными какими-то расходами не ложится. Это в рамках текущего содержания. Это в дворовой территории. То, что они оплачивают ежемесячно управляющей компанией. То есть здесь эти работы предусмотрены. А на практике-то мы вот сейчас как бы в теории рассказали, что управляющая организация все-таки должна. А на практике как получается? Есть какая-то вот такая, ну, к сколе, данная, вот как это происходит обычно? Вот эта связь между жителями и коммунальщиками? На практике, опять же, индивидуально по каждому дому. В зависимости от взаимоотношений между управляющей компанией и жильцами. Где-то жители и не выходят на дворовые субботники, хотя управляющая компания там вывешивает объявления, либо выходят там в количестве дней, в том, которым необходимо. Соответственно, в последующем обязанность по уборке дворовой территории возлагается вот на саму управляющую компанию, раз она имеет договор на управление этим домом. Все очень индивидуально. Я сейчас в целом по городу такую картину единую не скажу, потому что индивидуально по каждому двору. Ну, надо полагать, что там, где активные жители действительно живут, которые заботятся о том, как территория близлежащая у них выглядит, там, наверное, все получше. Так ведь, Николай? Ну, я вот много мест жительства менял. Я обратил внимание, что дома, где живет в основном контингент взрослый, условно говоря, воспитанный в советское время, они очень активно всегда выходят. Это уже такой зрелый такой. Они просто привыкли. 22-го апреля традиция выйти и прибраться, да? То есть там как бы даже такого разговора нет. Выходят очень много людей, и двор становится, прибирается. А в новостройках, где еще такое не сформировавшееся сообщество, там почему-то как-то ленятся обычно. Вот я вот такое только наблюдение могу сообщить. А вот такой любопытный вопрос у меня еще. Мы, когда пойдем на субботник в своем доме, мы заранее уже там с мужчинами собирались, обговаривали, нам бы вот хотелось некоторые еще деревья ветхие ликвидировать. Вот тут какие моменты? Чем нам руководствоваться? Вопрос такой неоднозначный, по-моему. Действительно, если дерево у вас произрастает, и то, которое вы хотите убрать на дворовой территории... На дворовой, да, в непосредственной близости от дома. Здесь немного такое особое регулирование. Здесь жители должны принять решение, если они хотят убрать эти деревья в период проведения вот этого же месячника, то есть должно быть в соответствии с жилищным кодексом решения о сносе данных деревьев, потому что это территория дворовой. Это как принимается? Это протокол общим собранием? Либо если есть там совет дома, то принимается решение, протокольно это оформляется, что жители большинством голосов приняли это решение, что вот данные деревья, они там либо аварийны, либо угрожают безопасности жильцов. И после этого решения, значит, привлекается какая-то специализированная организация с соответствующей техникой, которая сможет это все спилить. То есть самим нельзя это делать, этим заниматься? Самим, конечно, можно, но с соблюдением мер безопасности. Потому что в зависимости от каких деревья, если это большой тополь, который там произрастает на большой высоте, и, соответственно, вы там своими силами вряд ли его спилите без привлечения там вышки, либо какой-то иной техники. Да нет, можно какого-нибудь Юркого мужичка туда отправить, он потихонечку сверху-сверху по веточке, по веточке, да, отпилит. В любом случае с соблюдением мер безопасности при спиливании деревьев. Могут собственники все-таки. Опять же нужно коллегиально это все. Решение принимают собственники по сносу этих деревьев, либо по их обрезке. И последующее проведение работы уже конкретных, также на усмотрение собственников, либо с привлечением какой-то организации, либо своими силами. Часто вообще эта тема актуальна? Уборки как раз-таки ветхих деревьев. Эта тема актуальна у нас на территории города. Отмечу отдельно, что до 2015 года всеми работами по сносу деревьев и по обрезке и на дворовых территориях занималась администрация города. Дирекция зеленого хозяйства. Дирекция зеленого хозяйства. Был еще лесопаркхоз в то время. И вот с 2015 года у нас сложилась судебная практика, когда суд признал, что деревья на дворовых территориях, их снос либо обрезка, это обязанность собственников. Соответственно, вот с данного момента права администрации по сносу этих деревьев не распространяются на дворовые территории. Вам, к тому же, и топор в руке, Владимир. Топор. И пилон. Год назад, по-моему, или два года назад я наблюдал такую картину, когда две хрущевки стоят рядышком, и между ними, ну сколько там расстояние, метров 50-70, да, там старые яблони растут, и тут дети, взрослые вышли это все прибирать территорию, мужики бензопилами там это все машут. Вот тогда я задумался, насколько это законно вообще. Законно? В зависимости от того, если они это рубили на своей территории и было соответствующее решение, то это законно. Если это было на территории не этих собственников, и без разрешения, то за это предусмотрена административная ответственность. Это все нарушение правил благоустройства. И правил благоустройства, и закон области административной ответственности. Так, ну у нас подошло время небольшой рекламы, полторы минуты она продлится, я напомню, что мы беседуем с Дмитрием Печенкиным, начальником отдела благоустройства, управления благоустройства и транспорта администрации города Кирова. Завтра состоится первый общегородской субботник, Также субботники пройдут 21 и 29 апреля, а также в мае 5, 12 и 19 числа. Да, все верно? Все верно. Да, давайте прервемся и продолжим нашу беседу. Продолжаем нашу беседу. Николай Коликов. И Владимир Сметанин. Да, и наш гость Дмитрий Печенки, начальник отдела благоустройства, управления благоустройством и транспорта администрации нашего города. О весенней уборке города мы говорим. Напоминаем, что вы можете голосовать на нашем сайте хакирова.ру и на нашей странице ВКонтакте. Пойдете вы на субботники или не пойдете? По-прежнему лидирует вариант ответа на странице ВКонтакте «Не пойду». И 50 на 50 на нашем сайте хакирова.ру. Итак, мне еще про деревья хочется спросить. Я ежедневно прохожу по Октябрьскому проспекту. Это перекресток Герцена, вот там, да, арочка-то выходит у нас на Октябрьский проспект. Была весенняя обрезка у нас как раз деревьев. Не так давно вдоль непосредственно проезжей части Октябрьского проспекта деревья пострижены, если уж так выразиться. А вот те, которые деревья примыкают к домам, они там так страшно-страшно уже нависают над тротуаром, и ты идешь и понимаешь, что это все может скоро рухнуть. Вот с этими деревьями что делать? Это обязанность жителей. Судя по тому, что обрезали те, которые на муниципальной территории. Да-да-да, непосредственно проезжей части, видимо, это уже дворовая территория. Обрезанная. А вот тут увы. Если исходить из того места, которое это как раз в районе, где вот... Это Октябрьский проспект. Спорттовары. Спорттовары, да. Да, 72 и 74. Территория, которая немного уходит в глубь квартала, но, скорее всего, это все-таки дворовая территория, потому что мы, как правило, когда обрезку ведем по улицам города, ну, стараемся подходить комплексно, в том числе, там, не оставляя с одной стороны обрезанные деревья, с другой стороны, чтобы свисали ветки на тротуары, там, либо на какую-то иную территорию. Ну, здесь я в большей степени убежден, что эта территория придомовая, хоть она и выходит на красную линию, но, как правило, у нас идет она по стене здания, по фасаду, то есть вот там как раз есть территория, которая уходит в глубь квартала. Но, опять же, это получается у нас... На совести жильцов теперь, да? ...возлагается на собственных, на управляющих. Нет, там просто, на мой взгляд, там реальная безопасность еще и пешеходов, которые проходят по этому тротуару. Я отдельно попробую посмотреть этот участок. Есть такие территории, которые у нас, на самом деле, те деревья, которые произрастают на дворовой территории, их ветки склоняются либо над тротуарами, либо над, еще хуже, там, над проводами освещения и троллейбусными линиями, то, соответственно, в данном случае мы обрезку проводим в рамках этих же мероприятий по безопасности сетей, либо каких-то иных. Ну, там, если не ошибаюсь, старые американские клёны, которые явно были посажены тогда, когда строились вот эти дома, да? Такая массовая посадка. Да, да, да. Так, теперь хочу зачитать сообщение от нашего слушателя. Тут прям жалоба. Валерий, он представился первый раз этой весной и ощутил, насколько грязно в нашем городе. Идешь в обуви, и песок внутрь сам по себе попадает. С утра сегодня ехал на автобусе, останавливается он на остановке, открываются двери, и в салон попадает облако пыли. Такое, что экран смартфона за 10 секунд покрылся слоем пыли. Дышать невозможно. Ну, трудно не согласиться, собственно, да? Что с уборкой проезжей части у нас, когда, собственно, от песка? Уборка проезжей части у нас после зимний период содержания у нас уже закончился. Все подрядные организации сейчас уже производят уборку вот той территории, того титульного списка, который за ним закреплен. Ну, для нас, как правило, вот уже за последний период, после зимы, когда у нас применяются противогололедные материалы в виде песко-соляной смеси, соответственно, мы в весенний период получаем вот то, что мы видим. Но потом мы знаем, администрация отчитывается, там сотни тонн потом песка этого вывозится еще. Это как следствие вот тех противогололедных материалов, которые мы применяли на тротуарах и на дорогах в зимний период. Сейчас задача поставлена всем подрядным организациям в кратчайшие сроки, но первый у нас этап это до 1 мая привезти всю уличную дорожную сеть и тротуары и проезжую часть в надлежащий вид. Это в первую очередь убрать те грунтовые наносы, которые в приладковой части есть. Газоны. Ну и приступить уже, как температура позволит, к помывке проезжей части. Ну сейчас ездят, вот эта штучка-то вращается, песок-то летит, так еще хуже становится, потому что прямо такой шлейф по всей улице и дышать невозможно. Ну, не знаю, есть ли другой способ это сделать? Я не знаю, может быть, это не ворошить в сухую погоду. Вручную это слишком трудозатратно, конечно. Вручную, конечно, здесь и появится больше промежуток времени. Ну и хотелось бы, наверное, отметить, что вот анализируя там опыт предыдущих периодов зимнего содержания, сейчас руководством города поставлена задача все-таки перейти на новый вид противогололедных материалов на следующие периоды зимнего содержания. Вот сейчас как раз данный вид материалов прорабатывается дирекцией дорожного хозяйства, чтобы нам в последующие периоды, особенно весной, когда снег стаивает и наступает положительная температура, вот исключить такие пыльные бури, либо там наличие песка на тротуарах и на проезжих частях. Ну, мы помним это заявление, да, Илья Вячеславовича Шульгина, он как-то такой в извинительной еще манере, да, по-моему, говорил, что вот эту зиму еще, пожалуйста, потерпите, а уже следующей зимой мы все-таки собираемся переходить на новые противогололедные средства и отказаться от этой смеси песка и соли. Владимир, у нас есть звонок в эфир. Алло, добрый день. Добрый день. Добрый, как зовут? Добрый день. Меня зовут Людмила. Я бы хотела задать вопрос вашему гостю, но вернуться к обрезке деревьев. Вот улица Сурновская от улицы Лепсе до улицы Мира, там растут старинные тополя. Вот сейчас, в данный момент, ветки нависают на самой дорожной части, но надо дорогой. Ездить опасно, потому что очень длинные, толстые, и при каком-нибудь ветре хорошем они могут упасть и кого-нибудь задавить. Почему бы там деревья не подрезают, как по улице Лепсе? А на улице Лепсе подрезали деревья, да? Да, там регулярно, а тут нет. На Сурмовскую забыли. Спасибо, да, я прекрасно представляю этот участок, на Сурмовской, да. Просто мне автобус не туда завез, я там недавно оказался и пешком прогулялся. Я думаю, что мы данный участок улицы посмотрим, сейчас не готов сказать. Возможно, он уже и в плановой обрезке у дирекции Зеленого хозяйства. Там ведь и школа располагается. Да, там и школа располагается недалеко. И постараемся отреагировать на данное замечание. Посмотрим состояние тех деревьев, которые там имеются, и тех веток, которые свисают. Спасибо за звонок. Да, Дмитрий Александрович, раз уж мы как-то на деревьях сосредоточились, может быть, вы владеете информацией по зеленению в этом году? Какие у нас планы? В текущий период в рамках месячника у нас запланирована и новая высадка деревьев. Места сейчас конкретные не готов сказать, но они уже определены, согласованы. Закупаются саженцы тех деревьев, которые будут высажены. Я думаю, что в один из общегородских, а может несколько общегородских субботников, мы эти мероприятия проведем совместно с теми, кто придет на данные субботники. Ну, мероприятия на самом деле в этом году планируются и по зеленению, связанные и со сносом деревьев. Вот недавно мы проводили круглый стол в Кировской городской думе по озеленению города Кирова с представителями Вятского госуниверситета и всех заинтересованных лиц. Договорились, что в течение этого года будет разработана новая концепция по озеленению города, учитывающая и наши климатические условия, и те породы, которые у нас больше приживаются, и которые, наверное, более эффективнее будут, чем те тополя, которые в летний период нам приносят, в том числе пух, который разлетается по всему городу. Это и пожароопасность еще тут? Так что в этом направлении мы движемся. В весенний период будут все мероприятия, которые связаны с посадкой, с обрезкой, со сносом. Они будут в более активной фазе производиться. Но и в летний период, конечно же, отдельное направление будет связано с цветочным озеленением города Кирова. С разбивкой цветников, посадкой кустарников и всего остального. По поводу озеленения у нас эфир был не так давно с кировским природоохранным прокурором Романом Фисенко. Как раз на заседании Гордумы он рассказывал, что у нас беда, у нас вырубается больше, чем высаживается. Это проблема как-то на особом контроле? На сегодняшний день сложилась за последний период, на самом деле, такая не то что практика, но такой факт, что мы вырубаем больше деревьев, чем садим. Ну как вырубаем? Мы вырубаем-то все-таки не, господи, уже престарелые, старые. Аварийные, либо те деревья, которые не обеспечивают безопасность их произрастания. Отмечу, что у нас не всегда получается на тех же местах произвести новые посадки, потому что те деревья, которые мы вырубаем, им не один десяток лет, и поменялось также нормативное регулирование новых посадок. Вот многие деревья у нас произрастают, в том числе и на сетях, в их охранных зонах. Соответственно, новые посадки мы в данных местах уже не вправе производить. Это только с разрешения той сетевой организации, чьи сети проходят. А у нас, если взять все центральные улицы, да даже если не центральные, все сети проходят, как правило, в районе газонов, тротуаров. Соответственно, снося старое дерево, мы на этом месте не получаем новое. И, соответственно, сейчас стараемся уходить больше на такие либо парковые территории, либо внутриквартальные, где меньше всех этих сетей, газопроводов, теплотрасс, чтобы уже внутри кварталов эти территории озеленять. Природоохранный прокурор там еще озвучивал проблему невыкорчеванных пней, что просто спиливается, а пенек остается. Эти работы в текущем году запланированы. Не всегда получается сразу с уборкой дерева произвести корчевку пней, потому что тут немного другой вид работ. Но мы стараемся через определенный период все пни убирать после сноса больших деревьев. И в течение весеннего, летнего периода эти работы будут тоже выполняться. Немного времени остается. Что еще планируется администрации нашего города в рамках весеннего благоустройства? Субботники, уборка, высадка, что еще? Планируется. Это все традиционные мероприятия. Конечно же, мы в весенний период планируем изучить, в том числе, меры контроля за теми застройщиками, которые, как правило, у нас выносят грязь со своих строительных площадок, за местами проведения раскопок. За зимний период у нас, как правило, таких раскопок и на дорогах, и в дворах, и на тротуарах. Достаточно много появляется, а весенний период это все оттаивает. А вот эти раскопки, это не археологи проводят. Это коммунальная служба проводит. Ну и хотелось, наверное, обратиться еще раз к жителям нашего города, чтобы принять активное участие во всех мероприятиях, которые у нас проходят в рамках субботников, как общегородских, так и в течение недели каждый, кто хочет прибрать свою же прилегающую территорию либо у магазина, либо у своего дома, либо там около своего объекта, где там производят деятельность какую-то. То есть в любой форме можно принимать участие, либо выходя на субботники, либо некоторые предоставляют там, например, тот же инвентарь, чтобы обеспечить людей, которые приходят на субботники. Ну, еще раз хотелось бы обратиться, принять активное участие, чтобы к майским праздникам, к 1 и 9 мая, наш город уже был прибран после зимнего периода. Вот наш редактор Анна Лапшина тут мне пишет. А, да-да-да, я смотрю как раз, да, смотрю. Уже несколько звонков было, наши слушатели не могут понять. Вот я про деревья-то просухие, видимо, заделка заживую. Уточните все-таки, можно ли спиливать самим-то сухие деревья или нет? Давайте ответим. Если на территории, которая относится к дому... Если это придомовая территория в границах земельного участка многоквартирного дома, деревья можно спиливать после соответствующего принятия решения. То есть, либо это общее собрание принимает решение, либо это какой-то уполномоченный орган, совет дома может принять решение. И после этого уже произвести работы по спилке дерева. Как узнать, что это придомовая территория, за которую, собственно, отвечают собственники, а не муниципальные? Каждый может посмотреть и публичную кадастровую карту, которая есть в общедоступном доступе через систему интернет, либо... Росреестр, по-моему? Да, на сайте Росреестра есть публичная кадастровая карта. Если знают свой номер земельного участка, можно даже и по адресу найти дома. Либо заказать в нашем учреждении МКО «Архитектура» то по съемку с границами земельного участка, там будет более понятно, где проходит точная граница. Но обычные старшие по домам знают эту информацию. Ну, как правило, да. Во многих многоквартирных домах, либо в управляющих компаниях эта информация есть, и вам скажут, где граница проходит, где дерево находится на городской территории, где на дворовой территории. В общем, уважаемые кировчане, объявление... Вынимайте коллективное решение. Нет, начать с того, что объявление на входе в подъезд. В такое-то время, в такой-то день собираемся, решаем вопрос, спиливать, не спиливать. Все выходят, обсуждаете, договариваетесь. Вот так, наверное, да. Это проще, чем бегать по квартирам какому-то активисту и спрашивать, вы согласны? Тем более, если на самом деле деревья варили, они всем надоели, то, я думаю, люди как раз по этому поводу быстро соберутся. Итак, еще раз напомню, в конце нашего общения с Дмитрием Печенкиным даты субботников весенних. Завтра первый общегородской субботник в 9 утра. Напоминаем, это сквера у кафе театральная напротив театральной площади. Московская, 24А. По улице Московская между Свободой и Володарского. Да, да, да. Александровский сад. Может любой желающий туда прийти. Инвентарь будет предоставлен. И точно такие же общегородские субботники пройдут 21 и 29 апреля, а также 5, 12... 19 мая в День Пионерии. Да, 19. И все в 9 утра. И все, даже начало в 9 утра. Спасибо большое. Дмитрий Печенкин, начальник отдела благоустройства, управления благоустройства и транспорта администрации города Кирова. На этом Деной разворот завершен. В походе через 20 минут.